Сердце перемен, чтоб душу освежить и тело, забегу, пожалуй, в город Энн, Где подзаветную карьеру, чтоб от людских сокрыться глаз, На дно в глубокое зарягу, как залегал уже не раз. Пускай мой Энн и тронут тленом, но не напрасно мной любим, Поскольку в нашем мире бренном один он непоколебим. Хвала его могучим стенам и славным жителям его, Энн Чанам, Что гордятся Энннам буквально все до одного. Бывал я в Риме, Лиме, Вене, Инте, Чите, Карганде, Но как мне было в древнем Эне, так больше не было нигде. А если кто-то не был в Эне, то это тоже не беда. Пусть все пошлет к ядрене Фене и срочно ехает туда. Что делать? Снимать штаммей и бегать. Из переписки Чернышевского с Герцогом. Кателось жизни бы телега, и дальше не сбавляя ход, А я бы снял штаммей и бегал, не зная горя и забот, Чтоб смерть и страх мне был неведом, и жар неистовых страстей, И чтоб за мной бежала следом толпа веселых детей, И чтоб с улыбкой на ночь глядя вставал над миром новый день. А дети мне кричали, дядя, давай уже штаны надень. Вот эти стихотворения у меня сейчас такой целый цикл, Который, в общем, постепенно перерос в книжку сам собой. Из жизни Петровых вот одно стихотворение из него. Петрову третью ночь не спится от мрачных мыслей в голове. Петров решает утопиться в реке Москве и Ремиве, Хотя, возможно, в Енисении. Да мало ли в России рек, где может грусть-печаль рассеять, Простой рабочий человек. Петров сейчас не в лучшем виде, и уж не знаю почему, Но мысль о скором суициде удачной кажется ему. Вот он с кровати свесит ногу, потом вторую, А потом на равных обратится к Богу, богатым русским языком, А после выпьет на дорожку и, сев в свой новенький парше, Пойдет утопиться немножко, чтоб легче стало на душе. Когда я был суровым ратником советской армии солдатам, Страна меня снабдила ватником, но назвала его бушлатом, Видать, предчувствуя заранее, что с ватником тем может статься, И, скорее всего, во избежание той негативной коннотации, Которую это слово беззаслужно приобрело впоследствии. Герой Советского Союза, стрелявший в темноте на звук, Моя министовая муза и кандидат в физмат-наук, Она большая мастерица, насколько помнится была, Насчет бухать и материться, и запусть тырить со стола. Ее в начале перестройки с бокалом клинского в руке Я повстречал у барной стойки в каком-то бляском кабаке, Она почти не изменилась, хоть столько лет прошло с тех пор, К земле лишь малость накренилась, напоминая косогор, Но не расставшись с комсомолом, оставшись вечно молодой, И танцевала в виде голом, тряся седою бородой. Мне снилось, везут нас куда-то, в какой-то далекий Вьетнам, И злые чужие солдаты из пушек стреляют по нам, А мы в них кидаем камнями, а мы им грозим кулаком, А мы в них плюемся слюнями и сыдем в глаза им песком, Все ближе ложатся снаряды, один чуть в меня не попал, И вроде проснуться бы надо, но я уж три года не спал, А значит, побуду, пожалуй, еще в этом тягостном сне, В кровати своей залежалой, на ветхой, как прах, простыне. Звонила тут тетка с канала «Россия», и в гости меня на эфир пригласила, На этот, на самый «России» канал, ну я ее нахер, понятно, послал, Но может не так, чтобы совсем уже прямо, какая они есть, она все-таки дама, А я хоть махнул на приличье рукой, но все-таки писать, какой-никакой. А если бы туда, а если бы туда же послал «Би-Би-Сия», То мной бы, возможно, гордилась Россией, что только собой почему-то горда, Но мне с «Би-Би-Си» не звонят никогда. А впрочем, возможно, они звонили, но было, наверное, занято, Или могла и такая случиться фигня, что попросту не было дома меня. Спасибо.